Столица Дагестана Словоочищение мы слышим уже как минимум лет 10. Но с тех пор, конечно, немало было сделано силовиками и органами исполнительной власти. Антикоррупция вошла вплоть органам власти на сайты и на стенные плакаты в вузах, учреждениях и организациях. Но тотально в отдельно взятых сферах ее, будь она неладна, мы ее не потрясли. И здесь уместно сказать о роли личности в истории отдельно взятой сферы или организации. Вот говорят, один в поле не воин, если у него нет единомышленников и своей команды. Если у Мурада Шофиева, исполняющего обязанности руководителя столичного управления образования, свои соратники. Они, может быть, и есть, но его шаги в антикоррупционной работе наталкиваются на противодействие и саботаж некоторых коллег. Итак, давайте по порядку. Недавно на телеграм-канале управления образованием администрации Махачкалы вышла скупая информация о работе по участившимся жалобам родителей относительно проблем с устройством детей в детсады. Я случайно встретила свою односельчанку там у нас на поселке. И она в ходе разговора выяснила, что она в этом саду работает воспитателем. Она говорит, что гараж не продали? Я говорю, да, мы в числе вот этих родителей, кто подписи ставил на разрешение на строительство. Я говорю, вот так, остались, мы ни с чем. Она говорит, давай я поговорю с заведующей, говорит, устроит она твоего ребенка. Я говорю, ну давай. И вот через нее мы платили 70 тысяч, чтобы устроить моего старшего ребенка в этот садик. Ну давайте уже на чистоту. В народе давно гуляет прайс на устройство ребенка в детсады. Роценка от 40 до 150 тысяч рублей. В зависимости от сада и места. То бишь того, как быстро и без шума и пыли это место появилось. Удалось ли кого-то потеснить или детятка спокойно заняла свое место. Иногда причитающуюся ему по закону и правилам электронной очереди. Можно в Дагестане какие-то там другие правила. Мне отвечают, как у вас в договоре написано, такой прием должен быть. Хорошо. Прихожу я с бумагой с управления образованием, говорю, нет, вот мне сказали, что до 7. Нет, мы работаем до 6. Созвали родительское собрание. На родительском собрании методист пришла и нам говорит, вот наш сад работает до 6. Я ей говорю, вот по договору, вот бумага с гораной. Неужели вам гораной не устав? Нет, вот наш сад такой. Я говорю, а как быть родителем, которые работают до 6. А вот что хотите, то и делайте. Простите бабушек, соседей. Нанимайте людей, которые ваших детей будут забирать в сад. Вот так она нам объявила на собрании. Жалобы, может быть, были всегда, но жаловаться уже, честно, устали. Народ, если видит, что вопрос чиновниками не решается, ищет обходные пути. Иногда и коррупционные. И что неудивительно, в условиях дотационного Дагестана низких зарплат, низкой правовой культуры и зачастую бездействия правоохранительного блока находят эти окольные пути, дорожки. Когда родители отказывались от оператора, их садиковского, она стояла, не разрешала ни свою аппаратуру проносить на утреннике, ни с телефонов она снимать не разрешала. Вот она как собака, как цербер, вот так вот на всех кидалась, вот так вот выбивала из рук телефоны, которым поднимали родители, чтобы снять своего ребенка. Настолько это было абсурдно. Очередной вал жалоб как раз всегда или чаще всего увязывается с новым начальством, к которому люди обращаются в надежде, что хоть что-то, ну на этот раз изменится. Проблемными садами, по которым пошли сигналы, оказались номер 45, 77 и 4. Оплату за садик по закону должны перечисляться на лицевой счет воспитанника, да, ребенка. Во всех садах так. Вот у меня ребенок уходит в другой садик, там вот с первого дня, как ребенок зачислен, нам выдали лицевые счета, объяснили, как нужно производить. Да, как бы через Сбербанк онлайн мы делаем, производим оплату на лицевой счет своего ребенка. Но в 45-м саду это стало только с 1 сентября этого года. Про 45-й сад вообще какие-то жути рассказывают. Вот давайте почитаем комментарии в телеграм-канале. Я работала в этом саду и мой ребенок посещает 45-й сад. Знаю, что все там происходит. И мертвые души, и догрузы, которые работники перечисляют руководству или отдают наличкой. Даже чек есть такого перевода. Не оплата неофициально ходящих детей, чек есть. Оплата идет прямо к руководителю. Конечно, этот комментарий почему-то удалили с телеграм-канала Махачкалы, но мы его успели заскринить. И пригласили автора к нам в студию. Я написала жалобу в прокуратуру. У меня были чеки догрузов, которые она делает. Даже ко мне непосредственно подошла завхоз и говорит, Зарема, у тебя догруз в этом месяце. Я говорю, нет, у меня своя зарплата, больше мне не пришло. А, это не ты, другая Зарема. То есть у нее был журнал, где она фиксирует деньги, которые поступили больше положенной зарплаты, которые воспитатели должны впоследствии снять с карты и отдать руководителю. Но иногда, видимо, им удавалось перевод тоже сделать. Один из таких чеков у меня есть. Чеки неофициально ходящих детей. Я как воспитатель принимала эти чеки. Родитель скидывал мне оплату. А я, получается, ставила плюсики. Эту оплату мы ежемесячно 5-го числа каждый месяц отдавали заведующей. У нее была тоже своя тетрадка, где она отмечает, в какой группе сколько таких деток и сколько они должны занести. И есть даже переписка с моей напарницей, где она от меня не приняла эти деньги тогда, вот тот последний месяц моей работы. Как раз это случилось вот в пятницу, а в понедельник я пошла к ней с деньгами отдать. Я от тебя не принимаю, она сказала. И мне звонит напарница, пишет вернее, сколько денег, сколько мы должны ей отдать. Я пишу 8207 зайчиков. То есть и перевела ей эту сумму. Она написала хорошо. Такой чек тоже я прилагала в своем заявлении, когда писала в прокуратуру. Еще... Прекция. Прокуратура... А, прокуратура. Они направили дело в УБЭП. В УБЭПе они сдали дело в номенклатуру. То есть они мне все показали, все нарушения там, которые были. Он говорит, а вот это, а вот это. То есть всех штатных список, всех работников. Просмотрев весь список, я говорю, я из них, но человек 20 точно не знаю. Потому что из мужчин там вообще один человек работает, а остальных мужчин вообще нет. Вот. Ну, они сдали в номенклатуру. Следом я написала следственный комитет. Следственный комитет... Мне уже следователь в следственном комитете прямо сказал... Ну, то есть и к нему подходили, он сказал, да, ко мне подходили. И ко мне приходили. Каких только людей ко мне не отправляли. И с деньгами. И в хадж родителей отправить ее муж. И меня на любую работу устроить. И мужа моего в Росгвардию устроить. И к маме моей на работу. У меня мама доставщица пенсии. Он представился пенсионером ее муж. Чтобы мама приехала. Ну, вот здесь где-то это было, между прочим. Она на этом участке раздает. Вот. Он сказал, что он пенсионер. Когда мама спрашивает его, какой адрес, скажите, чтобы я знала, сколько вам отдать. Он говорит, я не пенсионер, я вот по поводу садика. Вот такие моменты были. И к мужу подходили. И людей отправляли, которые допоздна сидели. И озвучивали мне суммы, которые они готовы предложить. И вот руководитель управления образования в сопровождении сотрудников антикоррупционного управления мэрии направляется туда. На чистоту общается. Причем в одном саду, попросив директора садика удалиться. Почему попросили удалиться ее? Видимо, нетрудно догадаться. Мы пришли навести порядок, говорит товарищ Шофиев. Коллективы, которые живут на одной зарплате, его понимают. Понимают его и родители. Резко увеличился вал обращений после этих визитов со стороны уставших бороться с ветряными мельницами родительниц, которые пишут чат-боты и радуются блеснувшей надеждой на порядок и устройство своего ребенка. В комментариях в социальных сетях и, в частности, под публикация начали столь долгожданно работы, тот же вал поддержки. Народ радуется такому началу и надеется, что работа продолжится, а не утонет в бюрократических проволочках и противодействия изнутри. Между тем, по нашей информации, такое противодействие существует. Три заместителя начальника управления из четырех готовятся к увольнению и уже находятся в столь любимых больничных. А отдельные персоны, даже оставив свои лечебные процедуры, посещают изредка работу, чтобы узнать последние новости. Как рассказали мне сотрудники управления, обо всех проверках до их начала узнавали руководители детских образовательных учреждений. Хотя никому ни устно, ни официально о таких мероприятиях не говорилось. То есть, происходила утечка из стен управления. Причем, есть все основания полагать, что некто находится в старой цепочке кормления. Думаю, следствие разберется. Один циничный и даже махровый случай игнорирования ребенка, который по праву должен занять место в детсаду, был связан с дочерью участника специальной военной операции. Его дед уже долгое время бьется за то, чтобы его внучка, которая не видит отца, находящегося на передовой, ни в чем не нуждалась и была определена в детское образовательное учреждение. Да, уже почти в течение пяти месяцев сейчас оно идет, потому что она не принимает ее туда, эту девочку туда. Всякие причины, всякие находит. Управление образования туда ходили, и администрацию тоже написали. Оттуда получили она письмо, чтобы принять ее туда. Тогда она в своей документе все, что положено, все приняло, а девочка до сих пор всякими причинами не принимает. Сноха обратилась к ней и сказала, мой муж воюет в окопах, во время там воюет, рискуя своей жизнью. А этот заведующий ей отвечает, это не моя проблема, говорит. Ну это же куда горится еще, что я думаю. Это указ президента, президент же сказал, она сказала, что так. Ну письменном виде у меня нет такого указа, говорит. Разговор у меня только о деньгах. То есть она... Категорически она всякие, любые причины отталкивает. А что же руководство управления образованием? Свернет или же продолжит работу? Сомневаюсь, что все в мэрии, чьим структурным подразделением является управление образованием, также рады переменным и антикоррупционным чисткам. Есть, вероятно, и там токсичный, каразийный клонтайк, паучков и жучков, которые хотят все оставить как есть и продолжить заманивать добычу своей сети. Одна надежда на Юсупа Джанбековича. Каждый сайт взойдет, и посмотрит, как работа организована. Ну что тут скажешь? Если есть человек, который хочет вскрыть коррупционную систему, надо ему помочь всем миром. А если есть хранители старой системы, им надо, как минимум, указать на дверь и перестать имитировать бурную деятельность в отсутствии такой деятельности. Нужно помочь детям. И это пора понять всем. Детьми надо заниматься, а не до этих родителей. Те, кто наживаются на детях и разводят коррупцию, это последние люди. А кто их поддерживает, далеко от них не ушли. Оставайтесь людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова